Глава 27. Кристальная ярость. 1. Впрочем, тем же уставом дозволялось перекинуться парой фраз со сменщиками во время сдачи поста, сверхположенного пароля и отзыва. Ввиду некоторой двусмысленности формулировки, этот пункт трактовался весьма вольно. В итоге смена караула затягивалась порой минут на десять, во время которых гвардейцы загадывали друг другу загадки или травили анекдоты разной степени неприличности и бородатости. В остальное время единственным развлечением караульного было разве что смотреть на беспрестанное вращение кристального сердца. Но это наскучивало лишь немногим медленнее, чем наблюдение за тем, как сохнет краска. Ночные караулы никому не нравились, но график службы составлялся так, что рано или поздно они выпадали к каждому. Вот и младший командир флэш-сентри, ежась от пронизывающего северного ветра Дара Як-Якистана, считал шаги и оставшиеся до конца его смены минуты. И размышлял над загадкой своего товарища по тактическому звену. По всему выходило, что ответ лягушка, но желтый пегас сомневался в части про хвост и черное платье. С другой стороны... — Младший командир сентри! — козырнул подошедший к нему рядовой. Флэш мотнул головой и с сожалением отложил поиски ответа. Покидать пост без причины было запрещено уставом, так что игнорировать подчиненного не стоило. — Что такое? — Там пони какая-то мимо колонны прошла только что. Уронила сумку и сама не заметила. Сумка ее осталась. Флэш смотрелся в темноту. Луна как раз скрылась за облаками, и разглядеть что-либо за пределами освещенного тускнилищим фонарем пятачка было сложно. Как назло, фонарщик опять опаздывал. — Где эта пони? — Не знаю, — пожал плечами гвардейца. — Я пытался ее догнать, но она буквально пропала. Куда-то свернула с улицы, а я не увидел, куда именно. И я не знаю, что делать. Забытая сумка лежит и лежит. Взгляд Пегаса наконец уткнулся в небольшой мешок с застежкой, прислоненной к одной из четырех опорных колонн дворца на самой границе света и тени. На оставленную вещь начали поглядывать и другие стражники. — Ладно, оттащи сумку в караульную. — Махнул капэтом флэш-сентри. — Когда растеряшь и вернется, ей отдадим. — Рядовой снова козырнул и помчался выполнять приказ. Флэш-сентри проследил за ним взглядом, хоть какое-то событие за все дежурство. В голове у него крутилась догадка, что ответ на четверостишье и вправду лягушка, потому что у головастиков есть хвосты. Вспышка разорвала ночь, превратив ее в летний полдень. На месте сумки вскипело огненное облако, из которого во все стороны с ревом метнулись желто-рыжие жгучие змеи. Раскаленные куски металла со свистом рикошетили от мостовой колонн дворца, парадной лестницы, постамента кристального сердца. Сама реликвия не пострадала, укрытая мерцающим магическим полем, принявшим удар на себя. Хотя стражи-единороги укрыться щитами не успели. Стражи-пегасы и не могли этого сделать. Первое, что Шейд и сопровождающая его группа стейлбриджсов увидела на вокзале Кристальной Империи целую толпу кристальных пони, читавших объявления на кассе. На их мордочках отражались разные чувства от возмущения до тревоги. Объявление было набрано такими крупными буквами, что вновь прибывшие, не приближаясь к толпе, прочитали его без труда. Администрация вокзала уведомляла, что выезд из Империи по железной дороге временно запрещен. Выезжать же дозволялось исключительно особым группам специалистов, вроде тех, что сопровождали советника по науке. Причем последних при пересечении границ Империи проверяли поименно. Вторым сюрпризом стал состав встречающей делегации. Доставленную экстренным поездом группу ожидали лично принц-консорт Шайнинг Армор, а также принцессы Селестия и Луна. А еще минимум рота закованных в броню пегасов и единорогов, защищающих высокопоставленных особ от любых возможных угроз. Краулинг Шейд по долгу службы и ввиду вхождения в высшие круги был знаком с принципом армейского посткатастрофического синдрома. Но даже он оторопел от такой сверхреакции. Его менее информированные спутники Везергласс, Коупрейдж и Солбонс и вовсе застыли столбами, едва выйдя из вагона, тогда как советник по науке прошел через расступающиеся ряды гвардии к ожидающим его пони. «А ваше высочество? А ваше превосходительство? Какие есть новости?» Бэтпуни одномоментно перешел от формальных приветствий к деловому общению. «Пока что здесь в империи половина всей гвардии», — ответила Луна, вовсе проигнорировав положенные по этикету пустословия, в том числе несколько ваших сородичей, для ведения ночного дежурства. «Если понадобится, я сюда со всех краев дивизии переведу». Жестко произнесла Селестия. «Если бы не угроза со стороны Грифонии Республики, то это бы уже сделала». «И я не считаю такое поведение правильным», — холдно заметил Шайнинг Армор. «Большое количество эквестрийских воинов лишь нервирует кристальных пони. Ваша гвардия, конечно, профессиональнее моей, но потребность с ней кажется надуманной». «Ясненько», — уныло сказал Краулинг Шейд, мелко кивая. «Я-то думал, что-то серьезное случилось, а не кадровые вопросы с семейными дрязгами». Винценосные особо переглянулись и, как подумалось, Шейду выразумились. «Шайнинг Армор объяснит вам ситуацию», — обратил их к советнику по науке Селестия. Принц молча кивнул. Шейду показалось, что он не стремится задерживаться в обществе эквестрийских принцесс. «Мы с сестрой будем ждать здесь Твайлайт и ее подруг. Их поезд придет через несколько минут». «Все настолько серьезно, что потребовалось присутствие Твайлайт Спаркл?» — приподнял бровь Бэтпони. «Надеюсь, что не потребуется», — ответила солнечная принцесса. «Охранное построение поменялось, заключая в отдельное кольцо Шайнинг Армора, советника по науке и троих стейлбриджсов, прекративших таращиться на непривычные имперские порядки». «Да что тут творится-то?» — взволнованно спросила Везерглаз. Бэтпони жестом переадресовал вопрос представителю правящей семьи. Минувшую ночь неизвестное заклинание ударило по дворцу, по одной из опорных колонн. Коротко обрисовал ситуацию Шайнинг Армор. «Скоро мы пройдем мимо этого места, и вы увидите последствия». «Скоупридж, Везерглаз, осмотрите там все!» — распорядился Шейд. «Окей. А на выступление Венил Скрэч можно будет потом сходить?» — неожиданно спросил Скоупридж. «Я слышал, что она тут за гастролями. Пришлось отменить», — сообщил Шайнинг Армор. «Скоупридж к вещьему неудовольствию шагавшего рядом начальника не успокоился». «Печально. Но может гастроли еще возобновятся?» «У нас она выступать точно не будет», — разочарованно ответил принц. «На первом же концерте в местном дворце искусств от специфической музыки Венил Скрэч начали трескаться стены, и едва не рухнул потолок. Оказалось, что строительный материал, которым славится наша империя, плохо реагирует на звуковое воздействие. То есть музыка Венил не сочетается с нашей архитектурой». В подтверждении единорог указал копытом на массивное здание с брельефной аркой над входом. В фасад дворца оплетали новые взведенные строительные леса. «Давайте вернемся к ночному происшествию», — попросил Краулинг Шейд. «Стоящие в ночном карауле стражники пострадали». Продолжал водить специалистов в курс дела белый единорог. Начальнику отряда перебило крыло. У него мелкие ранения, временная потеря слуха. Через полгода вернется в строй. А вот рядовому бойцу, стоявшему близко к месту удара, заклинание досталось сильнее. Ему помочь ничем не смогли. «Солбанс, медицинский отчет мне предоставишь», — потребовал Бэтпони. Розовая единорожка, поддерживая серьезный тон начальства, коротко кивнула. К счастью, заклинание оказалось недостаточно сильным, чтобы повредить опору дворца. Всех в здании, конечно, разбудило, и паника разыгралась самая натуральная. Мне пришлось вывести жену из дворца в безопасное место. А в ее положении такие потрясения крайне нежелательны. Шейд шагал, согласно кивая в такт речи Шайнинг Армора и своим видом показывая, что разделяет волнение единорога. Радостные известия о положении принцессы Кейденс разошлись по эквестрии пару месяцев назад. Советник по науке отреагировал, отправив подарок от себя и своего НИИ. По поводу подарка пришлось собирать целый совет из начальников отделов. Неожиданно самым адекватным оказалось предложение Скоупрейджа о детской коляске со встроенным индикатором местоположения. — А вы, супругу, уверены, что целью был дворец, а не кристальное сердце? — задал очевидный вопрос Краулинг Шейд. — Нет, не уверены. Попало в колонну дворца, а куда летело, сказать сложно. На всякий случай мы временно переместили сердце внутрь, в закрытое защищенное помещение. Охранять его от таких атак, когда оно на площади, слишком сложно. Впереди уже виднелась та самая площадь под дворцом, где перевернутый сосульки торчал пустующий постамент, вновь скрытого от глаз символа империи, и виднелись одинокие горожане с печальным видом, бродившие вокруг. На их памяти уже был случай пропажи кристального сердца. Король Сомбра спрятал артефакт незадолго до своей принудительной отставки. Или за тысячу лет до нее. Тут мнения современных историков расходились. — Я непременно хочу осмотреть сердце, — предупредил советник по науке, встряхнув небольшую сумку с инструментами, которые ему доверил коллектив ученых. — Надо удостовериться, что ему не нанесен вред, физический либо магический. — Мы никаких повреждений не заметили. — Начал было Шайнинг. — У ваших глаз есть возможность двухсоткратного увеличения? — Довольно дерзко поинтересовался Краулинг Шейд. — Эм, нет. — Смутился фактически правитель государства. — Тогда моя точка зрения куда более, как вы говорите, профессионально. — Это не я так говорю. — буртнул белый единорог. — Это прицепилось ко мне после эквестрийских игр. Точнее, после обсуждения их организации с комитетом. Пони ученые отделились от беседовавших административных деятелей около лестницы, поднимавшейся ко входу во дворец. Скоупрейдж еще на ходу вытащил верный расклинатель, который без проблем должен был обнаружить малейшие следы излучения и идентифицировать магию, подкоптившую и оплавившую кусок колонны и почву под ней. Везерглас принялась осматривать царапины, трещины и сколы, которых вокруг имелось более чем достаточно. Соубанс осведомилась о местонахождении медцентра и зашагала в указанном направлении. Два жеребца поднялись на нижние этажи дворца. Советнику по науке хотелось лично поприветствовать хозяйку империи и будущую маму. Также он планировал удостовериться в сохранности Кристального Сердца. Выполнивший свою задачу отряд охраны, оперативно разбрелся по переходам и комнатам дворца. Настолько оперативно, словно именно это являлось самой ответственностью частью их службы. «Мы нашли особую закрытую комнату», — пояснил Шайнинг Армор. «Окон нет. Двери отпираются, только реагируя на нашу Скайденс магию. Причем заклинания она и я должны творить совместно. Это чтобы избежать...» Единорог уставился на узорчатое ковровое покрытие. Ну, всяких обманных перевоплощений. Шейд оценил и одобрил все меры предосторожности, введенные венциносным семейством. Меры включали и пару гвардейцев, неотлучно несших вахту у запертой комнаты. Эти воины были настолько сосредоточены на своей обязанности стоять и таращиться на противоположную стену, что явно упускали из виду стоящую чуть в стороне зеленогривую кобылку, которая наблюдала непосредственно за ними. Шейд ее как раз заметил, но не успел подать вида. Подарил ослепительную клыкастую улыбку принцессе Миаморе Каденза, приставшей перед гостями в широком платье, маскировавшем выпирающий животик. — Ваше Высочество! Свежи и румяны, как никогда! — учтиво склонил голову Бэт Пони. Тон ответной фразы не гармонировал с отмеченным прекрасным видом. — Выгляжу я приемлемо, несмотря на весь шум, бессонницу и плохой завтрак, который мне подсовывают. — Он неплохой, он витаминный! — возразил супруг. — Вот сам его и ешь! — недовольно фыркнула Кейденс. Советник по науке слегка опустил уши, ощущая сочувствие к принцу, который показался ему затравленным еще на вокзале. Теперь тайна нервозного состояния единорога перестала быть таковой. Советник по науке Краулинг Шейд желал бы удостовериться, что кристальное сердце в порядке. Поспешил перейти к делу Шайнинг Армор. Судя по недовольному выражению мордочки Кейденс, не собиралась менять тему разговора и так легко забывать про неугодный ей завтрак, однако присутствие Бэтпони все же заставило будущую маму отложить выяснение отношений с супругом. Она повернула голову к дверям, лишенным замков, ручек и каких-либо-то не было иных выступающих частей. Рокко и окутало слабое сияние, и из воздуха соткалось полупрозрачное розовое подобие QT марки кристальной принцессы. Проплыв к двери, оно коснулось левой створки и словно впиталось в нее, окрасив кристалл в розовый цвет. Секунду спустя правая створка засветилась голубым, вобрав энергию ключа в форме голубоватого щита, созданного Шайнинг Армором. Сияние становилось все ярче, затем по дверям от центра к петлям прошла волна, похожая на раздвигающийся занавес, и двери медленно распахнулись, открывая взглядом всех присутствующих полутемное помещение с высокой подставкой в центре. Подставка была пустой. Стоящие в карауле стражники смотрели на Шайнинга, который вместе с титулом принца носил и звание капитана гвардии. Шайнинг смотрел на Кейденс, Кейденс не сводила глаз с пустующего постамента в самом надежном помещении дворца. Шейд смотрел на зеленую единорожку с изумрудной гривой, которая в момент открытия дверей решила присоединиться к общему веселью. Это невозможно! Шайнинг Армор забежал внутрь комнатки, где в лучшем случае могло поместиться всего четыре принца. «Двери не мог открыть никто, кроме нас! Заклинания четко работали! Их нельзя было подделать! Никто не мог! Я же велел не позволять никому останавливаться или замедлять шаг в этой части замка! Велел или не велел?» «Велели!» — кивнул старший охранник. А через двери никто и не проходил. Взяла слово зеленая единорожка с напускным интересом заглядывая в пустую комнату. Она другим способом зашла и вышла. «Если потратить часок и проломить одну из стенок, мы наверняка найдем за ней тайный ход времен Сомбры. Патримонием воспользовался!» Хотя Шайнинг и Кейденс были знакомы с Дресач Кьюр, ее слова оставались для них непонятны. В отличие от них, Шейд сразу сообразил, откуда во дворце взялась зеленая единорожка и о чем она ведет речь, поэтому прямо спросил. «Ты ее выследила?» Ну, слово «выследила» будет преувеличением. Мне известно, что она пару недель назад вернулась в Кристальную Империю. Здесь ее следы найти сложно. Она прячется. Использует старые военные приемы и пытанные ходы под Империей. Там я ее достать не могу. Поэтому я караулила здесь, надеялась, что она объявится возле Кристального Сердца. Как видно, напрасно. «Я ничего не поняла», — сказала Кейденс. Шайнинг кивком поддержал жену. «Кто у меня тут в дворце шастает?» «Зачем? Почему?» «Это Чейнджинги?» «Милый, вдруг это Чейнджинги?» Она в страхе прижалась к облаченному в мундир мужу. «Это не Чейнджинги», — заверила беременную кобылу Дрессич Кьюр. «Это кристальная пони, которую зовут Патримони. За ней числится весьма длинный список преступлений. Ограбление в Стейлбридже, ограбление в Контерлоте, причинение тяжких увечий в Балтимеере. Это не считая того, что она творила здесь, в правлении Сомбры. Шайнинг Армор почесал синеголубую гриву. «А это не та кристальная пони, которая стащила заклинание из справочника по Империи?» «Та самая», — кивнула Кьюр. «Она не просто умыкнула отмычку Сомбры из архивов. Она нашла мага, который наложил на нее эти чары. Теперь в вашем королевстве есть пони, который может пройти через стены. Буквально. И она вас двоих очень сильно не любит». Шейд бросил на подругу предостерегающий взгляд. Сведения о том, что Патримони действует согласно посмертной воле своего короля, Кьюр получила из разговора со Скриптоном Свитчем, о котором никому более не полагалось знать. Впрочем, тревога Бэтпони была излишней. Зеленая единорожка прекрасно понимала, что не всякая информация предназначена для чужих ушей. «Вы изволили лишить командующего короля и, следовательно, ее работы. Поэтому она весьма на вас зла», — продолжил Кьюр. «Возможно, что Патримони стащила кристальное сердце, чтобы отомстить. Но, может, все еще хуже. Ибо о ее планах остается только гадать. К тому же не совсем понятно, что за заклинание она применила к дворцовым колоннам. И зачем?» «Авезерглаз и Скоупрейдж над этим работают», — ответил Шейд. «Отлично. Давно их не видела. Будет повод обменяться свежими сплетнями». «Можешь начинать», — качнул головой Бэтпони. Несмотря на яркий день и блеск окружающих кристаллов, от которого очки почти не помогали, Шейд ни на минуту не терял сосредоточенности. Он успевал следить не только за стоящим рядом Пони, но и за дальним концом коридора, первым заметив несущихся во весь опор подчиненных, явно спешащих сообщить нечто крайне важное. «Расклинатель ничего не зафиксировал», — резко остановившись и, едва переведя дух, доложил Скоупрейджу. «О, привет, Кьюр! Здравствуйте, Ваше Высочество!» Это не было заклинанием. Дополнилась скупой отчет супруга Везерглаз. Судя по разлетевшимся фрагментам, а также остаточным следам, огненная буря имела немагическую природу. Кто-то смешал раствор с отложенной бурной экзотермической реакцией, добавил к нему несколько колб с горючей смесью и два десятка гаек. Все это ночью и бабахнуло. «И да, привет, Кьюр! И Ваше Высочество!» «Колонну, кстати, это не свалило бы!» Перехватил эстафету черный единорог. «Для этого вагон такой взрывчатки потребуется!» Везерглаз, Скоупрейдж, рада вас видеть. «А если по делу, то вагон она достать не сможет!» Вступила в разговор Дрессиш Кьюр. Гайки и химикаты она утащила пару дней назад. Я еще сомневалась, она или не она. Получается, решила устроить взрыв. «Чего ради?» На этот вопрос ответ дала принцесса Кейденс. «Чтобы мы с Шейнингом успугались за сохранность кристального сердца и перенесли его во дворец, где все стены в ее распоряжении. Мы сами подарили ей доступ к главной реликвии Империи». «А что, сердце свистнули?» Удивился Скоупрейдж. Шейд с трудом удержался, чтобы не шикнуть на подчиненного, ограничившись лишь неодобрительным взглядом, ввиду скрывавших глаза очков полностью проигнорированным. Догадку единорога подтвердил кристаллийский принц. Скоупрейджа это почему-то заставило улыбнуться. Но тогда дело за малым. Он похлопал по карману, где покоилось раскладное исследующее устройство. «Сейчас расклинатель перенастрою, и он с точностью до метра нам местонахождение кристального сердца обозначит. Артефакт такой мощности от сенсоров не скроешь». Уже через пять минут черный единорог с двухсетной гривой стоял на балконе дворца, неспешно поворачиваясь по часовой стрелке в попытках отыскать след реликвии. Везергласс, Шейд, Кьюр и венциносные супруги могли в это время наблюдать, как в сторону от дворца по центральной улице направляются две контрлодские принцессы, а также шестерка из Панивиля, которые приписывали свойства решать все крупные государственные проблемы. За исключением тех, о которых вообще не упоминали. Не упоминали потому, что сноска в учебнике истории с текстом «Узурпатора скрипта до свеча» свергла армия чейнджингов, пока государственная власть сидела и точила лясы, не нравилась решительно никому. Расклинатель несколько раз пискнул, и черный единорог нажал несколько кнопок, уточняя настройки. Скоупрэйч, постоянно вносивший в конструкцию своих технических средств какие-то новшества, мог видеть на экране текущей модификации не только точку источника излучения, но и рассчитываемую дистанцию и топографическое положение. Хотя в корректности работы алгоритма, отвечавшего за последний, сейчас уверен не был, так как тот выдавал какую-то чепуху. — Кристальное сердце предположительно в том направлении, — не очень уверенно произнес он, для наглядности качнув Расклинателем в нужном направлении. — До него девятьсот семнадцать метров. — Далековато она с ним утопала. — Присвистнуло Кьюр. — Восемьсот семьдесят шесть метров, — озвучил уточненные показания Скоупрэйдж, медленно подкручивая какой-то верниер. — Да, но это, наверное, с учетом того, что она прячется под землей, — заметил Шейд. — Последние шесть метров, возможно, придется преодолевать строго вниз. — Восемьсот двадцать один метр. — Она что, движется? — растерянно спросил Эвезерглаз. — Если так, то почему в нашу-то сторону, и почему с невероятной скоростью? — ответил Сухпург, на всякий случай встряхивая измерительный прибор. — Семьсот семьдесят пять метров. — Она на поезде, что ли? — Едва ли. Даже наш локомотив так мчать не может. — Покачала голова Кейденс. — Милый, а ты что думаешь? — Милый! — Принцесса посмотрела на неподвижного мужа, широко раскрытыми глазами таращившегося в одну точку, и перевела взгляд в том же направлении. И тоже замерла в оцепенении. Через секунду к семейной паре присоединился Шейд. Последним, кто не понял, почему вокруг него все стали излишне молчаливы и сосредоточены, стал Скоро Прейдж. Расклинатель показывал ему, что до кристального сердца осталось меньше пятисот метров, а откуда-то сверху донесся неопределенный гул. Единорог оторвался от экрана, поднял взгляд и увидел дракона. Не слишком большого, не слишком похожего на настоящего, какого-то угловатого и сильно бликующего на свету, но дракона. У него были два крыла и пара задних лап, а передние отсутствовали вовсе. Спереди вместо привычной головы находилось нечто напоминавшее чемодан или сундук, сидевший на толстой короткой шее. Но ради художественной ценности или ради аэродинамики, автор вырезал из минеральной породы рельеф ноздрей, глаз и рта, шипы, расходившиеся подобно воротнику, и даже чешуйки с прожилками. В полете существа тоже хватало странностей. Работали и издавали шум только крылья, а остальные части тела, если и двигались, то крайне скованы. Чтобы выполнить разворот над дворцом, чудище заложило широкий вираж, кое-как подправляя траекторию хвостами, которых насчитывалось три. Наверное, для уравновешивания чрезмерно тяжелой передней части туши. Тем не менее, при всех своих недостатках, выглядел дракон весьма устрашающе. И неестественно. В копытах единорога тихо писнул расклинатель. Точка, отмечающая кристальное сердце, двинулась по дуге, следом за монстром. Свидетельствуя, что либо дракон присвоил себе драгоценный артефакт, либо что Скоупрейджу, казалось при всей невероятности более реалистичным, реликвия являлась частью существа. Ведь оно целиком, насколько удавалось рассмотреть, состояло из кристаллов, а в глубине его груди светилось нечто напоминавшее формы сердца. — Вот когда я говорю «Мать моя, драконная зебра», я вот что-то такое обычно и представляю. Только еще и в полосочку. Нарушило молчание Везерглаз, когда летающий монстр пошел на второй круг. — Это что такое? — испуганно спросила Кейденс. — Это, милочка, кристальная ярость! — прозвучала сзади. Все, включая трех гвардейцев, настолько увлеклись наблюдением за драконом в небе, что совершенно не заметили, как в помещении дворца стало на одну пони больше. Лишь когда гостя подала голос, присутствующие обратили на нее внимание и снова впали в ступор, потому что сложно было понять, кто перед ними. Без сомнения, это была патримония. Но даже сталкивавшись с кристальной поней Скоупридж не узнал ее. К созданию своего образа она подошла со всем возможным тщанием. Тело кобылки было скрыто комбинезоном из плотной темной серой ткани, поверх которого она надела фрагменты доспеха, воротник из стальных полос и наборные пластинчатые поножи, закрывавшие ноги спереди. На ее спине лежала красная тряпка, изображавшая королевскую мантию. Взлохмаченную гриву она выкрасила в черный цвет, за исключением одной пряди, идущей от центра лба к затылку. Она жестко топорщилась, пламенея подобно закатному солнцу в разрыве грозовых туч. Глаза патримония держала закрытыми. Но в первое мгновение никто этого не понял. Она густо подвела их фиолетовыми тенями, нарисовав широкие полосы от переносица до висков, а навеки нанесла зеленую краску с красными точками фальшивых зрачков. В целом ее попытка создать образ сгинувшего короля-тирана была довольно нелепа и должна была вызывать смех. Однако никто даже не улыбнулся. Пегас-стражник, явно не слишком знакомый с историей Сомбры, бросился на незваную гостю с копьем. Одна кота продемонстрировала, что он напрасно счел ее просто ряженой кобылкой. Мгновенно открыв глаза, она качнулась в сторону, подставила ногу, и когда наконечник скользнул по пластинам брони, быстрым движением вырвала копье из копыт незадачливого воина и силой ударила его тупым концом древко в морду. Не ожидавший отпора жеребец взвыл и отшатнулся. Бросив оружие на пол, патримония развернулась и смирила оставшихся стоять взглядом. Не стоит повторять его попытку. Я пришла поговорить. Услышав шум за хвостом, она повернулась так, чтобы одновременно видеть и стоящих на балконе, и тех, кто только что появился в дверях. Убедившись, что все четыре принцессы Аликорна не спускают с нее глаз, она подошла к столу и села на стул, скрестив на груди передние ноги. Любой артист отдал бы свой хвост и ухо в придачу, лишь бы оказаться перед такой аудиторией. Полтора десятка пони, среди которых четыре принцессы, принц и советник по науке, да и остальные известны далеко за пределами родного пони Вилли. Патримони спокойно смотрела на них, словно выседающая на троне королева, на своих вассалов. Ей словно было безразлично, что большинство из обступивших ее полукругом жеребцов и кобылок просчитывают свои шансы одолеть ее в бою. — Что нам мешает немедленно упрятать тебя в каземат? На руке синего Аликорна замерцали искры магии. — Ничего, — согласно качнула головой Патримони, — можете упрятать. Я вам это даже позволю. В любом случае я выполнила свою задачу. Выполнила приказ моего короля. Дальнейшая моя судьба мне безразлична. Я пришла ради того, чтобы вы смогли обрести свою. — И что это должно означать? — спросила вернувшаяся в комнату Селестия, выходившая на балкон, чтобы посмотреть на кружащее над городом кристаллическое чудовище. — Защитный механизм, который я активировала, по-простому называется кристальная ярость. Строго говоря, это не живой организм, созданный магией из кристаллов. Кристальное сердце питает его энергией, позволяет двигаться, летать и, как выводить, вы вскоре убедитесь, уничтожать цель сфокусированными магическими потоками. По балкону в очередной раз пронеслась тень крылатого чудовища, оказавшегося всего лишь хитроумной конструкцией. Это, впрочем, не умаляло тревоги потенциальных целей, которым грозило уничтожение. — Управляется кристальная ярость, — продолжала Патримони, — посредством кристальных пластин, имеющих сквозные отверстия. Они двигаются внутри ее головы, пропуская или не пропуская лучи энергии. Это определяет реакцию ярости на ситуацию. Сейчас исполняется команда баражирования на центральной точке Империи в течение трех часов. Единственной реакцией слушателей стала фраза Везерглаз «Я знала, что такая технология в Империи была!» — брошенная шепотом. Остальные все еще пытались понять, к чему ведет кристальная пони. — А что будет потом? — спросил от Вайлайт Спаркл. — Хм, ну, самое интересное. Охотно ответил Патримони, холодно улыбаясь. Кристальная ярость выполнит приказ короля. Видите ли, принцесса, Сомбра не хотел, чтобы кристальная империя попала в копыта какой-то крылаторогатой твари. И построил механизм, готовый без жалости и промедления уничтожить всех существ, чья сущность отличается от сущности кристальных пони. То есть всех пришлых чужеземцев вроде вас. Итак, если вы вовремя не сбежите в свою эквестрию, вы ее больше никогда не увидите. Выбор за вами. — Так это может просто поломать эту штуковину? — произнесла Пегаска с разноцветной гривой, которую Патримони помнила еще по никчемно исполненному турнирному поединку. — Попробуйте, — развела копытами кристальная пони. — Остановите творение короля Сомбры, покрытое броней из чистого кристаллизита. — О, да, — подтвердила она, заметив скептическое выражение некоторых морд. — Хоть королю и пришлось загнать в шахты почти все население империи, это принесло свои плоды. Источник кристаллизита был обнаружен, ценной субстанцией нашлось применение. Чтобы проломить броню кристальной ярости, потребуется магия, стократно превосходящая возможности Сомбры. А среди вас нет никого, кто стоил бы даже кончика его рога. Попробуйте сбить кристальную ярость магии. Попробуйте забить копытами. Она просто перейдет в режим ответного удара. И трех часов у вас уже не будет. Принцесса Селестия посмотрела на пегасов и единорогов своей гвардии, особенно пристально на получившего в морду древком своего же копья. — Как нам остановить эту кристальную ярость? — спросила принцесса. — Понятия не имею. — рассмеялась кристальная пони. — Это ваша проблема. Вы ее решайте. Меня вполне устраивает, что защитный механизм запущен, и что сегодня к вечеру от вас в империи не останется и следа. Так или иначе. Солнечная принцесса надменно фыркнула. По ее распоряжению пять гвардейцев опустили копья, насалившись на Патримоне. Остальные бойцы под их прикрытием стали подходить ближе. — Раз ты нам позволяешь, мы тебя, пожалуй, арестуем, — произнесла Селестия. — Возможно, нам хватит трех часов, чтобы объяснить тебе, какую ошибку ты совершаешь. Нельзя отделять кристальную империю от Эквестрии. Это может сказаться на благополучии всего мира. — Другим эти сказки рассказывай! — рыкнула Патримоне, слезая с трона. — Пока можешь. Она действительно не препятствовала своему пленению, даже позволила надеть на себя кандалы. Лишь немного развлекла себя, резким поворотом головы заставив отшатнуться того молодого гвардейца, которого недавно приложила копьем. Когда тихий смех, ряженный под сомбру кобылки затих в коридоре, Селестия обвела взглядом оставшихся в комнате, явно не предназначенной для таких больших собраний. — Луна, Кейденс, Твайлайт, идемте за мной, — распорядилась правительница Эквестрии. — Составим план действий. Шайнинг Армор, как принц Империи, займись спасением ее подданных. На случай, если мы не преуспеем, как можно быстрее выведя всех некристальных пони за границу государства. Я сомневаюсь, что она рассказала нам всю правду, но давайте надеяться, что этот дракон действительно не полетит в Эквестрию. — Я здесь со своей командой подумаю над решением, — вставил Краулинг Шейд. Селестия его, по всей видимости, не слушала, мышинально кивнула и вышла в сопровождении трех оликорнов в соседний зал. Подруги Твайлайт тоже ушли, чтобы ждать по дверью до момента объявления плана и, скорее всего, принять в нем самое непосредственное участие. Шайнинг Армор помчался выполнять свой долг правителя. Скоро над всем городом зазвучало его объявление, в котором единорог призывал одних сохранять спокойствие, а других собирать вещи. Шейд махнул копытом, призывая подчиненных свободно рассаживаться. — Кьюрис, мне и твоя голова тоже потребуется, — обратился Бэтпони к зеленой единорожке. — Я здесь и никуда не собираюсь, — ответил их Кьюр. Злодейка поймана, помещена в темницу, как и планировалось. Недовольные нотки в ее голосе выдавали, что такое наказание она считает непозволительно мягким. И я снова с тобой. — Хорошо, — выдохнул Шейд. — Итак, как нам остановить летающую гадость искусственного происхождения так, чтобы она нас не изжарила? — Изменить ход ее мыслей, — сказал Скоупрейдж. — Она неразумна, — раздраженно ответил Бэтпони, не видящий в текущей ситуации поводов для шуток. Но черный единорог еще не закончил. — Так я и не в метафорическом смысле предлагаю. Надо залезть на нее. Просверлить дырку в башке. Вытащить пару управляющих шестеренок. — Эх, сюда бы граундбрейкера с его выветривателем. — сокрушенно вздохнула Везерглаз. Бэтпони, протестующий, замахал копытом, пресекая досужие размышления супружеского тандема. — Это не пойдет! Нам вряд ли удастся залезть на эту штуковину. Кроме того, она наверняка решит, что мы на нее нападаем. И тогда мы покойники. Еще идеи? — Я уверен, что эта патримония нам в чем-то врет, — подала голос Дресс-эш-Кьюр. Не мог Сомбра построить совершенно неуязвимую машину. С его-то безумием! Очевидно, что есть способ свалить ее. А эта тварь кристальная пытается нас запутать, чтобы мы не пробовали. — А если нет? — возразил Шейд. И если она честно нас предупредила, нельзя пытаться атаковать магией или там камнями без гарантии, что сработает. Один неверный шаг, одно неверное предположение — и нам всем не жить. Метод проб и ошибок тут точно не применим. Нужны более рациональные идеи. Думаем! Участники мозгового штурма погрузились в молчание. Дресс-эш-Кьюр, соединив копыта и уткнувшись с них губами, неотрывно смотрела на стол. Скоупрейдж уставился через балконные двери в небо, то ли просчитывая траекторию движения волшебного конструкта, то ли просто пялись в никуда. Затянувшуюся тишину нарушила Везерглаз, принявшись отстукивать копытом какой-то ритм и немузыкально мычать. Шейда, снявшего очки, чтобы протереть стекла, это порядком разозлило. «Хватит завывать!» — ряфнул он, бросая на малиновую пони злой взгляд сильно прищуренных глаз. «Сосредоточиться мешает!» «Извините, я нервничаю», — ответил начальник отдела прикладной магии. «День сегодня очень поганый выдался. Я не выспалась, тряслась несколько часов в поезде, выяснила, что мне осталось жить меньше трех часов, и на концерт в Нилл Скрэч не попало, что самое обидное». Сидевший напротив нее Скоупрейдж медленно повернул голову в сторону жены и уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Гласси, ты самая умная умница на свете!» — торжественно произнес единорог. «Вот оно!» — концерт в Нилл Скрэч. «Что?» — не понял Краулинг Шейд. В Нилл Скрэч своей музыкой разломала местный дворец искусств. Поделился услышанный сегодня сплетней Скоупрейдж, который из кристаллов, потому что твердая структура минеральной формации чувствительно к звуковым колебаниям определенной частоты. Если найти правильную частоту для кристаллов, из которых сделан тот дракон... Единорог для усиления эффекта резко свел вместе передние копыта. Бум! Нет монстрика. Он сам рассыплется. «Елкины иглы, а ведь ты прав!» — произнесла Везерглаз. «И винил Скрэч в городе, потому что поезда отменили, уехать она не могла. Попросим ее поставить пару убойных треков. Сделаем их мега-убойными!» «Как подобрать правильную частоту?» — задал резонный вопрос Дрессыч Кьюр. «Можно потренироваться на одном музейном экспонате!» — тут же ответил Везерглаз. «Не так давно я приезжала изучать кристаллийские технологии и видела в музее незаконченную плоскую табличку с отверстиями. У нее был отколот уголок. Я тогда не поняла, что это такое. Но теперь уверена, это Сомбра делал запчать для своего дракона. Но она не получилась, и он кусок кристалла выкинул, а другие, аналогичные, вставил в голову этой своей ярости. Шейд посмотрел на загоревшуюся идеи малиновую единорожку. Потом наспешно что-то чертившего черного единорога. Вот ради таких моментов, когда удавалось наблюдать без ложной скромности великие умы за работой, он и решился стать советником по науке. «Итак, если повезет, мы разломаем музейный кусок кристалла», — сказал Бэтпони. «А как разломать всего дракона?» «Так, так, так, так...» Карандаш с Коуп Рейджа еще активнее заскользил по бумаге. «Нам понадобится расставить по городу в определенных точках звуковые пушки. Фактически динамики, только узконаправленные. На них выведем треки от винил. При сложении волн эффект мультиплицируется. Трех пушек должно хватить, четырех хватит с запасом. На большее количество я, скорее всего, деталей не найду. Только вот...» Единорог замер с выражением сомнений на морде. Дрессич Кьюр неспешным шагом переместилась к ему за спину, изучая вычисления. «У нас нет источников питания для таких пушек». Сформулировала она проблему. «Нужно что-то со стабильной выходной мощностью до шести тысячар», — подтвердил Скоуп Рейджа. «Зараза! Из Стейлбриджа генераторы не успеем доставить. Даже на крыльях». Странный звук привлек общее внимание, и взглядом поднявших головы Стейлбриджсов предстало нечто куда более поразительное, чем кружащий над городом искусственный дракон, сотрясающийся от смеха краулинг Шейд. «У нас... у нас четыре таких генератора в соседней комнате ходят», — произнес он, взяв себя в копыта и сделав глубокий вдох. «Шейд, ты предлагаешь запитать технику от принцесс?» — ошарашно спросил Дрессич Кьюр. «Не, ну а что, можно?» — кивнул Скоуп Рейдж, вновь черкая на листах. «Можно настроить адаптер на поддержку постоянного поля. Единственная проблема в контактах. Ээээ... у принцесс есть какие-нибудь отверстия, чтобы вставить МПТ-штекер?» «Не отвечайте, это провокация», — быстро сказала Везерглаз, прекрасно уловившая веселые интонации в голосе своего супруга. Шейд махнул копытом и поднялся с места. Ему не терпелось рассказать их высочествам о перспективной идее, выдвинутой подчиненными ему учеными Пони. Возможность представилась прямо в коридоре, поскольку их высочествам не терпелось поделиться собственными гениальными планами. «Мы придумали, что делать!» — одновременно принесли Краулинг Шейд и Селестия. Бэтпони смутился и быстро добавил. «Уступаю вашему высочеству». «Мы придумали план. Рискованный, но он может сработать. Одна из нас атакует чудовище, и оно погонится за ней. Другие откроют портал в Тартер. Кристальная ярость, следуя за целью, пролетит сквозь него. Потом отвлекающая принцесса вылетит обратно. С легкой запинкой, говорявшей о неуверенности, добавила Селестия. Чудовище остается там». Шейд оглядел свою ученую свиту, ожидая, кто первый сформулирует очевидный вопрос. «А кристальное сердце как мы вернем?» «Мы думаем над этим», — уклончиво ответила Селестия, отводя взгляд. «Можно попросить Селена, чтобы сыграл мелодию и утихомирил это чудовище?» — предложила старшая сестра Луна. «У кристального дракона ушей нет, разума как такового тоже. Селен со своей музыкой будет бесполезен. И вообще, его реальные умения сильно преувеличены. Или ты забыла, как он не смог разрушить заклинание Тирика и освободить нас?» Дав непонятный почти всем ответ на непонятное предложение, старшая из принцесс выжидающе посмотрела на советника по науке. Тот поправил галстук, откашлялся и произнес. «Наша идея в том, чтобы расставить несколько звуковых излучателей и воздействовать на минеральную оболочку дракона, разрушив ее направленными модулированными звуковыми колебаниями. Пробные испытания проведем на одном музейном экспонате. И, к большому нашему счастью, ведущий эквестрийский эксперт в области звука сейчас находится в Кристальной Империи. «Мне их идеи уже нравятся больше, чем наши», — сообщила Кейденс, пока Твайлайт и ее подруги согласно кивали. Селестия помолчала несколько секунд, прикидывая желательные и нежелательные последствия обеих планов. «Что требуется от нас?» — осведомила солнечная принцесса у советника по науке.